Друзья, всем привет! Вы на канале сборной России по футболу. Мы в Манчегорске на футбольном фестивале «Наша смена», который организовал Российский футбольный союз при поддержке Норникеля. Здесь, в Мурманской области, собрались легенды нашего футбола, чтобы провести мастер-классы для местных детишек, побывать на Кольской ГМК и поговорить с болельщиками, которые работают на этом заводе. Ну и, конечно же, поиграть в футбол. Программа у нас очень насыщенная, поэтому пойдемте скорее, я вам обо всем расскажу. Наша первая остановка, как это ни странно, не футбольное поле, а завод, Кольская ГМК. Здесь нашим амбассадорам проведут экскурсию, после чего пройдет паблик-топ. Гордость, гордость за Россию, гордость, что у нас есть такие люди, интересные, грамотные. Ты, учитывая, что здесь работает 10 тысяч, ты понимаешь, что потенциально каждый из них – это болельщик футбола. Поэтому хочется, наверное, каждому из них пожать руку, обнять. Я несколько дел делал, знаете как, я мерял хлор, чтобы не было утечки хлора. Я проводил вот это железко, так называется, когда чтобы контакт был. И еще, когда вот эти листы снимались, я вытаскивал железо. Ну, то есть надо было поработать. Для меня это в новинку, я умею работать и знаю, что я сам раньше заработал на заводе, когда мне было там 17-18 лет, 16-17. Так что я работать люблю, но это было в новинку, это вообще что-то другое. Атмосфера, мне кажется, была позитивная. Меня, честно, каждый раз это удивляет, что для людей мы являемся как бы, я не знаю, особенными людьми, да, что они до сих пор не верят, что мы могли там у них побывать. Но вот они немножко смущаются, стесняются. И меня до сих пор, я говорю, удивляет. Тем более мы-то уже не звезды, мы уже там когда-то были известными, а сейчас мы, в принципе, ушли в тень. Но в целом весело было, поэтому, мне кажется, всем должно было все понравиться. Думала, что мой вопрос, ну, вызовет такой, как бы скажем, отклик, да, вот, ну, просто поинтересовалась, так как действительно мой ребенок занимается футболом и подарок очень неожиданный, но приятный. Вот, поэтому, ребята, молодцы, что приехали. Очень тоже, опять же, неожиданно. И когда в рабочей обстановке встречаешь спортсменов, ну, это круто. Помимо амбассадоров в Манчегорск приехала научно-методическая группа сборных России, чтобы провести несколько тестов с юными игроками местных футбольных школ. Мы, получается, научно-методическая группа Российского Вольного Союза, департамент сборных команд. Нашей целью было посмотреть, насколько ребята у нас из Манчегорска и Мурманской области быстрые, сильные, выносливые. И в связи с этим мы привезли соответствующее оборудование из Москвы и провели тестирование. Мы провели тестирование. Ребята у нас бегали 10 метров, 20-30 метров, прыгали здесь в длину. Завтра будет проводиться тестирование уже на выносливость. Некоторым ребятам мы провели антропометрические измерения, смотрели, какой процент мышцы жира у них присутствует. Для чего это нужно? Чтобы, во-первых, оценить работоспособность их текущую, посмотреть, хорошо они бегут или нехорошо. Относительно данных сборных команд. У нас есть по каждому году данные скорости, выносливости игроков сборных команд. И мы говорим, вы быстрее или медленнее этих игроков. Глобальная цель заключается в том, чтобы дети ощутили, наверное, мечту в реальности. Привезти им мячи, привезти им какой-то качественный тренировочный процесс, как вы видели, научную работу, чтобы сегодня у нас была возможность с ними, и у них, скорее даже так, у них была возможность с нами пообщаться. Мы отвечали на вопросы в течение 15-20 минут, часа, что им надо делать. Они как к тренеру ко мне подходили. Плюс они могут подойти, увидеть вживую людей, которые выигрывали. Кубок УЕФА, выигрывали Суперкубок, выигрывали Лигу Чемпионов. То есть в этом состоит наша цель, чтобы дети поверили в мечту. Вообще очень интересный день. И сначала была разминка, нормативы сдавали, а потом играли с девочками из других городов. Ну, радость для каждого футболиста встретиться с каким-то, ну, настоящим футболистом, влюдач футбола. Вот. И очень рада была. А мы подошли к кульминации нашей масштабной программы фестиваля «Наша смена» в Мончегорске. Сейчас на главный стадион города выйдут легенды сборных России, чтобы провести для юных футболистов мастер-классы. После чего пройдет серия матчей против местных футбольных команд. Да, конечно, есть таланты. Девчонки, да. Сегодня даже мастер-класс с девчонками провел. Надо помогать им, надо им помогать. Третьевскую шкабу надо. Глава города, чтобы помогать. Потому что из Мончегорска тоже люди есть, детишки эти. Могут они быть игроками сборной даже. Я откровенно говорю. Игроками не только в командах, которые играли в высшей лиге, и игроками сборной. Ну, я сам здесь в глубинке, так скажем. Но почему здесь в Мончегорске не могут здесь достичь многого? Есть таланты среди детей. Мы видели это. Времени у них больше, чем у ребят из Москвы для тренировок. Почему? Потому что все в доступности. Пробок нет. То есть ты можешь посвятить и вырасти в очень сильного футболиста. Ну, а помимо мастер-классов, футболисты проходят функциональное тестирование. Так называемый бип-тест. А чтобы им было интереснее выполнять эту муторную работу, к ним присоединились популярный блогер Дмитрий Егоров и Андрей Аршавин. С каких-то пор каждый пресс-сборной России начинался этот бип-тест. Все-таки неспортивный образ жизни после окончания карьеры дает осознать. Но вот, поэтому, видите, я еще до сих пор отдышаться не могу. И вспоминаю те моменты в карьере, когда тоже приходилось так же через «не могу». Тогда было понятно, ради чего. А вот ради чего сейчас точно. Я когда вышел, я очень волновался. Никогда не мог подумать, что я сыграю со своими кумирами. Поэтому игра такая больше фановая была, чем серьезная. Они на одной ноге играли, видно, конечно. Ну, прикольно поиграть. Получили огромное удовольствие. Спасибо градообразующему нашему предприятию «Нарийский никель», который такую возможность дает. Побольше бы таких мероприятий было здорово. И детей больше будет футболом заниматься. Это большой позитив. Вот такой масштабной фото и автограф сессии завершается футбольный фестиваль «Наша смена» в Манчегорске. Наши амбассадоры подписывают карточки, делают селфи со всеми желающими болельщиками. Ну, а мы с вами не прощаемся. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok